Окружные избирательные комиссии по выборам депутатов областного совета в Брестской области сформированы. Их количество определено цифрой 57. Таким образом, депутатов должно быть избрано также 57 человек. Именно они будут представлять интересы людей своих округов. По всей области, по всем видам советов, во-первых, у нас всех советов 220, напомню, что 4 года назад было 252. То есть за это время уменьшилось на 32 совета. Необходимо будет избрать 3039 депутатов. Именно столько сформировано округов в области. На прошлых выборах их было на 452 больше. Это, прежде всего, связано с существенным уменьшением количества сельских советов. В настоящее время 191 сельский совет у нас должен сформироваться, а 4 года назад было 219. Поэтому, в первую очередь, за счет этого фактора уменьшилось число избирательных округов. И, соответственно, число депутатов будет гораздо меньше на местном уровне. 772 заявки на участие в окружных избирательных комиссиях поступило от представителей общественных организаций, политических партий и от трудовых коллективов. По итогу Брестской области в их состав вошло 696 человек. Максимальный состав комиссии – 13 человек. По словам Александра Калиды, все представители были включены, поэтому процесс выдвижения был сверхдемократичным. Также начальник главного управления организационно-кадровой работы Брестского облсполкома подчеркнул, что на данный момент отмечается незначительная активность большинства политических партий. Я даже думаю, что здесь не в каких-то принципиальных позициях дело, а то, что время выдвижения наложилось на новогодние праздники. Я думаю, что многие партийные функционеры предпочли отдых, чем в рутинной работе. Я думаю, что даже членам руководящего состава было очень трудно собраться, чтобы набрать кворум. Я думаю, что и такая трудность была. Я, например, это им объясняю. Потому что даже те партии, которые на предварительном этапе проявляли интерес, интересовались механизмом выдвижения и так далее, получилось, что только четыре партии именно от партийных организаций провели выдвижение. Если прибегнуть к статистике, в окружные избирательные комиссии вошли представители всех партий. От КПБ 27 человек, от партии Труда и Справедливости 8, 3 человека от Республиканской и 1 от БНФ. От общественных объединений, ну, здесь, как говорится, ничего оригинального нет. Самое многочисленное представительство – это от Федерации профсоюзов, от различных обкомов профсоюзов, различной направленности, и Белая Русь, БРСМ, ветераны. Здесь это самые активные участники обычно избирательного процесса, по крайней мере, при формировании комиссии. Поэтому они здесь максимально, их предложения уже цены. Я считаю, что не должно быть у нас больших проблем по выбору депутатов в областной селе. А для того, чтобы у нас меньше было нареканий, и больше было, то есть это депутат, просто надо очень долго нам очень серьезно открывать в этом году. Следующий этап предвыборной кампании – создание регистрации инициативных групп, а затем и выдвижение самих кандидатов в депутаты. Так что предвыборная кампания набирает обороты.